Если вы, допустим, православный человек, найдите, где люди собираются, развиваются ваши веры. Если вы хотите изучать веды, приходите там, медическое, вот эти вот все. Но человек должен обязательно куда-то ходить. Если он сидит дома и киснет, понимаете, то есть он не общается с людьми, которые развиваются, у него не будет вдохновения в жизни. Потому что главная проблема человека в современном обществе заключается в том, что он не понимает, как влияет общение. Запомните, самая огромная сила в этом мире, которую мы не понимаем, это сила слушания новостей или интересных вещей каких-то. Эта сила слушания капитально меняет жизнь. Допустим, вы посмотрели телевизор или послушали друзей о том, как все плохо, о мировом заговоре, послушали там и так далее. И вы просто теряете силы психические на то, чтобы заниматься самосовершенством. Потому что такие силы человек приобретает только в общении с теми, кто это делает. Поэтому в вашей вере, в вашей традиции, в вашей культуре человек обязательно должен развиваться как личность. Не надо киснуть возле телевизора. Ищите возможность общения. У нас есть клуб «Благость». Люди прямо выходят на улицу, там кормят нищих, заботятся о детях беспризорных, бездомных, ну в смысле этих, интернатовских. И так далее. Ну то есть идет как бы постоянная забота о людях. В этом клубе обучают людей. Также знакомят там друг с другом. Ну стараются социально развитыми людей делать. Не сидите у себя в скорлупе. Не живите в одиночку. Ищите общение правильно. Это общение вдохновит вас на другую жизнь. Лучше всего это делать в своей вере. Поищите, поузнавайте. Вы обязательно найдете общение. Не бывает такого, чтобы не было. Это самое главное, что человек должен сделать. Потому что пройдет месяц после этих лекций, и ваша сила работать над собой станет намного слабее. Вот часто люди приходят на лекции, после лекции два месяца поработал над собой, потом сдулась. Или сдулся. Причина – недостаток общения. Нужно общаться. И поэтому вам организаторы сделали такие объявления, что есть места, где тем, кто хочет веды изучать, допустим, общаться. Но также есть места у Гиберин и у тех, кто хочет изучать буддизм, и мусульманство, и христианство, и так далее. Это надо делать обязательно. Это ваш путь к победе над судьбой. Если человек далеко от Бога находится, далеко от людей, которые работают над собой, он становится слабым. Он теряет силу, такой человек.